Всем привет! Я Аня, я не типичный фермер. Сегодня я займусь обработкой своей теплицы после летнего сезона. Я вам расскажу, как я обрабатываю теплицу перед посадкой. Начнем с того, что теплицу нужно обрабатывать обязательно. То есть это делается либо осенью, либо весной. Я это буду делать осенью. По понятным причинам прямо сейчас у меня начнутся посадки. Посадки огурцов, помидоров, перцев в мою зимнюю теплицу. Первое, что мы делаем. Удаляем все сухие остатки растений. Все сорняки, пожухлые листья, все, что находится у нас и в дорожках, и на земле. Мы выносим все. В идеале все это мы сжигаем. Потому что если у нас были какие-то возбудители болезни, они могли остаться на этой листве. И что мы получим? При первой посадке болезнь перекинется на эти растения. Также мы обрабатываем все стенки теплицы. Если у вас теплица из поликарбоната, мы моем все стенки. Моем мыльным раствором. Моем весь инструмент, который находится в теплице. Моем все поверхности, которые возможны. То есть я прохожу обычно мойкой керхером, чтобы все у меня было чисто, аккуратно. И самим, я думаю, приятнее работать все-таки в чистых условиях. Не пойми как, как это было раньше. Сейчас благо 21 век. Все в наших руках. Основательные теплицы подготовили. Теперь будем готовить саму землю. Это самый сложный процесс. Если у вас в этом году были какие-то болезни, особенно такие, как фитофтора, пероносфороз на огурцах, не избежать того, что придется снимать слой земли. Слой земли сантиметров 5-7. То есть мы вывозим эту землю, завозим компост и новую землю. Если возбудителей болезни как таковых не было, и вы сейчас делаете профилактические меры, как в моем случае, то мы просто обрабатываем землю. Я обрабатываю землю всегда фитоспорином. Это натуральное средство. Я думаю, оно всем известно. Все им пользуются. Оно вообще отличное. Для профилактики лучше не придумаешь. И в то же время все натуральное. Я использую пасту. Покажу, как она выглядит. Пасту разводим по инструкции в литре воды. Вода должна быть теплой, так он быстрее растворится. Бывает паста, бывает порошок. С порошком вообще никаких проблем нет. Но пасту можно использовать сразу, после того, как мы приготовили раствор. А порошочек нужно подождать несколько часов. Так, разводим пасту в воде. Ну, тут ничего сложного. Я думаю, любой разберется. Все-таки у меня будут грязные. Ну, куда деваться? Самое главное фитоспорин. То есть, можно обрабатывать и овощи, и сами растения от всех болезней. Можно кушаться. Получился у нас вот такой вот раствор, темно-коричневого цвета, практически черный. Как бы нужно помешать минут 5-10, чтобы фитоспорин полностью растворился. Так, и добавляем все по инструкции. На 10 литров воды 1-2 столовые ложки раствора. Добавляем ленечку. И проливаем этим раствором землю. Хорошенько проливаем землю всю. Вот 10 литров идет где-то на 2 квадратных метра. После того, как мы пролили все фитоспорином, мы закрываем это все лутрасилом. Можно черным, можно белым, без разницы. Чтобы процесс пошел, чтобы бактерии размножались. И через неделю можно заниматься уже посадками. То есть, если вы это делаете весной, прекрасно. Если вы это делаете в зиму, можно оставить это в зиму. Это, еще раз повторю, это для тех случаев, когда у вас не было болезни. То есть, не было фитофтвора, не было других заболеваний. Это профилактические меры. Если вас посещали эти болезни, то я советую обрабатывать медным препаратом, медисодержащим, можно купоросом, можно каким-то фунгицидом. То есть, мы снимаем верхний слой земли и еще раз проливаем это медисодержащим препаратом. И тогда стенки моем мыльным раствором, а сверху опрыскиваем все медисодержащим препаратом. Потому что, если у вас есть возбудитель в теплице, от него очень тяжело избавиться. Тут уже такие меры основательные. И я все-таки советую делать вот так вот фитоспорином. Это отличная профилактика. Если будете все правильно делать, никакие болезни вас не посетят. Всем хороших урожаев. С вами была Аня. Всем пока.